в этом видео я хочу вам рассказать об уникальных свойствах пищевой соды и как пищевую соду можно использовать в снижении веса сжигание жира но знаете как и во всех своих видео я вам расскажу и плюсы и минусы этого процесса и пользу и вред чтобы могли спокойно взвесить и принять для себя решение нужно вам снижение веса таким путем или нет потому что знаете потерять здоровье легко и просто не всегда здоровье восстанавливается полноценно поэтому если вы решите вдруг заняться лечением и снижением веса другим путем не вопрос вы можете легко подписаться форма подписки здесь под видео просто нажали на кнопку подписаться вы подписчик моего канала несколько сотен видео вы можете посмотреть любое удобное для вас время в том числе и по тому как другими способами снижать вес и добиться той фигуры которую вы хотите почему потому что до лечебные свойства соды они известны они описаны о товар был свое время нашел что звука качественные клетки в этих условиях щелочных плохо выживают и тулио семончини нашел способ лечить онкологию на всех стадиях вопрос такое видео можете найти у меня тоже на канале как это делать разумно не только сода сода да может помочь но при определенных условиях и вы можете это видео найти просмотреть прослушать его безусловно у профессор не умывакину много говорит о лечебных свойствах соды да они есть и глупо их оспаривать но вы знаете сода имеет как любое лечебное средство и положительные и отрицательные стороны вот об этом я сейчас вам расскажу и акцент сделаю безусловно на снижение веса на похудение на сжигание жира потому что тоже такая проблема есть и многие пытаются решить ее вот таким путем с помощью соды я расскажу как это делать правильно с точки зрения врача уже я все-таки не просто врач я врач системщик еще и диетолог еще и фитотерапевт я понимаю организм целиком и понимаю как на эту систему действует пищевая сода в принципе из любого и каждого из вас вы используете в кулинарии и может быть до сегодняшнего дня вы не знали как правильно использовать в медицине для улучшения своего здоровья я вам сейчас это объясню и так ну что такое сода это гидрокарбонат натрия формула натрий h co3 ph примерно 9 то есть это все-таки слабая щелочь но щелочь она более сильная в нем знаете то что мы видим ph 9 самой соды это вершинка айсберга сода способна гасить любые кислоты и вот здесь фактически резко уменьшая активность кислот она резко защелачивает организм это можно использовать сон для защелачивания при определенных условиях это тоже очень важно понимать не знаю и так ну сода как чаще всего используют чайная ложка соды на стакан воды развели у вас уже раствор лечебный готов что вы должны сделать начале ну я бы вам советовал взять один глоточек и просто хорошенько прополоскать полости полости рта щелочные условия в норме если у вас там немножко кислоты есть то есть там живут плохие бактерии вы практически таким способом легко их обезвредите они неустойчивы действующие лочей фермент лизоцим который полость рта есть он с помощью соды еще активнее подавит этих бактерий принципе дезинфекция полости рта никому еще не вредила если у вас есть какой-то небольшой воспалительный процесс забыл берете этот воспалительный процесс не проблема все прекрасно то есть в данном случае все отлично прополоскали выплюнули первый этап лечения соды и вы уже прошли великолепно вы получили хорошую пользу дальше ну следующие порции соды нужно глотать желательно не смогу я во рту почему потому что все-таки пищевод он не такой устойчивый щелочам как полу цвета и вот тут желательно чтобы сода проскочила как можно быстрее все-таки химические ожоги сотой они есть можете набрать это в интернете посмотреть что это такое поэтому чем быстрее сода пройдет пищевод тем лучше меньше побочных эффектов то есть глотать если хотите пить да пожалуйста большими глотками что происходит когда сода попадает желудок если там желудочный сок есть вы это узнаете практически сразу потому что то соляная кислота которая стоит желудке она нейтрализует соду и образуется поваренная соль натрий хлор и углекислая кислота угольная кислота которая вниз неустойчивая она моментально расщепляется на углекислый раз и в этот процесс увидите потому что легкое растяжение желудка пошла отрыжка ну углекислый раз вышел но перед тем как выйти он раздражает слизистую желудка и стимулирует секрецию новых порций желудочного сока соляной кислотой именно поэтому воды с углекислым газом считаются менее полезными чем воды без газа они менее полезны тем у кого встретит вас роду нет язвенная болезнь потому что у них уже раздражен там своей кислоты хватает добавьте еще углекислым газом еще порции кислоты будет только хуже для тех у кого в принципе такая ситуация отсутствует ну небольшие порции желудочного сока принципе вне пищеварения должны быть в принципе сода может пройти дальше и оказывать уже какое-то действие на весь ваш организм если же есть вот такая ситуация есть обострение до уменьшилась боль желудки на время до исчезла изжога или уменьшилась или изменилась но больше лунки возобновится потому что рефлектором рикошет и кислота вновь образуется соленой и вот пока если есть вот такая вот ситуация пока вы с ней не справитесь пока вы не вылечите свой гастрит и растродудонит или обострение язвенной болезни вы будете так вот бороться со своей слизистой содой погасили раздразнили слизистую она выделила новую порцию соляной кислоты опять сода опять кислота опять сода и вот это будет происходить до тех пор пока слизистая ну не превратится в атрофичную и к сожалению опыты проводились так то есть раньше сто лет назад так лечили язвенную болезнь ну до того до той ситуации пока желудок попадал в состоянии атрофии куда не было уже клеток которые вырабатывали соляную кислоту и вот здесь возникает ситуация очень простая падает кислотность желудочного сока падает способность желудка переваривать белки и вот тут уже ну лечение ожирение начинается почему потому что эффективность переваривания пищи падает соответственно питание нет и у те резервы которые были накоплены они начинают активно сгорать в принципе лечение пошло уже на уровне желудка но знаете вы свой организм не получаете полноценные белки которые здесь должны перевариваться а в организме как источник энергии используются жиры да и жиров можно синтезировать заменимые аминокислоты из них невозможно синтезировать незаменимые аминокислоты если вы хотите хотите пролечиться содой до полового созревания у вас незаменимых аминокислот 10 если после полового созревания 8 это дефицит взять ниоткуда из воздуха они не берутся из воды они не берутся только переваренные белки пищи если белок не переваривается обмена аминокислот полноценного не будет до организм какое-то время будет играть он будет резервы которые были где-то созданы гипотетически какую-то брать использовать в обмене веществ резко вы не падаете попадение будет по той простой причине притока нет полноценного больше того его восстановить будет сложно потому что слизистая погибшая атрофичная она не восстанавливается тут возникает очень серьезная проблема вы вынуждены будете после этого перейти на очень ограниченный рацион и думать как бы сделать так чтобы вот переварив желудке обойти уже этот процесс уже полноценно не работает что происходит дальше в принципе в норме когда в желудке на пищу выделился желудочный сок с кислотой и когда вот это вот кислое содержимое пытается выйти в двенадцатиперстную кишку я напомню в норме щелочные условия для того чтобы нейтрализовать кислоту в двенадцатиперстную кишку выделяется сок двенадцатиперстной кишки выделяется щелочной секрет это сок поджелудочной железы и самая агрессивная щелочь в вашем организме желудка они адекватно выделяются сколько кислоты идет из желудка столько этих соков чтобы ее погасить и сделать реакцию в двенадцатиперстной кишке щелочной выделяется если вы уже погасили кислоту желудочного сока чем вы будете нейтрализовывать организм точно также выделит скромные соки и здесь слишком щелочные условия тоже в не нужны это тоже плохо но здесь возникает еще одна проблема нарушается выделение сока поджелудочной желчи и 2 этап переваривания белковой пищи нарушается узнаете когда два первых этапа нарушены третий этап переваривание тонком кишечнике тоже не произойдет потому что три фермента которые вырабатываются фактически в пищеварительной системе человека это пепсин в желудке трепсин поджелудочная железа и химотрепсин это тонкий кишечник они все рассчитаны на последовательное переваривание белков до аминокислот переваривание происходит и вы еще активнее начинаете худеть снижать вес по той простой причине что в кишечнике на вот таком бесплатном бонусе внезапно появившимся начинают развиваться патогенные бактерии активируется дисбактериоз кишечника который поедает эту пищу при великим удовольствием в результате что получается увеличивается интоксикация а интоксикация на фоне дисбактериоза кишечника это еще месяц я проверил съедает 30 процентов вашей жизни да вы снижаете вес но вопрос цена сокращения продолжительности жизни знаете более подробно вы можете найти такое видео по дисбактериозу на моем канале если еще не подписались форма подписки вот здесь или вы можете на с этой стороны мой логотипчик можете нажать на него и тут можете подписаться без проблем посмотрите на досуге это видео по тому что дает дисбактериоз вашему организму и какие стадии дисбактериоза в принципе есть наверняка у вас какая-то из них уже присутствует на сегодняшний день зачем вам ее провоцировать усиливать дальнейшем поэтому тут внутреннее применение соды я ну честно говоря не сторонник такого пути даже если гипотетически там считается что сода как-то может повлиять на онкоклетки да если сода прошла кислый барьер нейтрализовать его и прошла в двенадцатиперстную кишку сосалась кровь да там кислоты есть да она их нейтрализовала ваш крови резко изменилась но вы знаете если взять классическую медицину то вмешиваются в изменение ваш крови фактически узкая группа врачей и вы знаете не советую вам попадать к ним в поле зрения потому что специальности не получение экзотическое это врач реаниматолог да они вводят соду ну перед ним еще может кардиолог поиграть потому что да вот того какая паш крови зависит как работает сердце как она обеспечивает циркуляцию этой крови потому что туда имеет значение вы знаете не врач кардиолог и врач-реаниматолог это не самые простые специальности и попадать в их руки ну конечно если необходимость появилась никуда же вы не денетесь но сознательно идти я бы вам не советовал потому что эта система не самые простые в управлении и к сожалению там нарушены основные системы жизнеобеспечения в этом случае и очень сложно туда возвращаться поэтому я бы так не советовал вам рисковать своим здоровьем даже ввиду того что где-то там можно до побороться с опухолями можно но очень рис большой знаете человек может не хватить ему уровня здоровья чтобы что-то добралась до опухолевой клетки в конце концов нарушила ее жизнедеятельность поэтому тут нужно думать нужно взвешивать все за и против есть конечно методы наружного использования соды да я их прекрасно понимаю знаю да если мы берем содовые ванночки там допустим где-то амазолелости где-то гиперкератоз да не вопрос обработали потом вы легко уберете лишние слои кожи омертвершие слои кожи и пятки лучше там на стопах лучше на руках тут тоже где-то что-то нужно брать не вопрос если вы используете содовые ванны для снижения веса для борьбы с целлюлитом знаете ну я честно говоря даже не знаю как содовая ванна может вообще гипотетически помочь потому что в принципе кожа это непроницаемый барьер но там есть конечно щели там есть потовые сальные железы их протоки который в принципе вырабатывают в норме кислоты знаете паш кожи нормально это 5 5 это кислые условия благодаря тому что через потовые железы идут органические кислоты через сальные железы идут жирные кислоты и то и то кислота если их достаточно на коже кислая реакция и здесь живут только сапрофитные бактерии если вы кислоты погасите вы создаёте условия для жизни сапрофитных но потом вернее патогенных бактерий и совсем хорошо это не самый простой путь не самый лучший способ лечения конечно можно заставить то что находится снаружи вашего организма проникнуть внутрь реверсном режиме через секреты потовых и сальных желез можно эти условия очень специфические для этого что делают госпитологи это знаю дерматологи это знаю нужно вначале организм распарить то есть кожа должна быть красной активный приток крови кожи а после этого нужно быстро переместить в условиях холода то есть начали возрастать 2 1 горячей водой и 2 с холодной и создала забыть в холодной воде там от растворена когда перемещение в холодную воду приводит тому что резко спазмируются сосуды кожи и потовые и сальные железы втаскивают то что находится вне вашего организма то есть сода пойдет вопрос другом в просвете их стоят кислоты реакцию с кислотами вы знаете это образование углекислого газа счет пеница все это дело нейтрализацию вы не отмените вы можете пути каким-то охольным путем только по этому пути можете пустить а потовые и сальные железы заполнены кислым секретом да все это пойдет вопрос в том что грязь которая шла на улицу теперь пошла вовнутрь и следом за ним прошла сода вы знаете когда говорят что сода может тут на подкожей расщепить жиры даже теоретически не представляю как это сделать как это может произойти потому что те же потовые сальные железы да они оплетены сосудами капиллярчиками но здесь сосуд приходит оплетел капилляр разбился на капиллярчики подошла артериала ушла венула и дальше пошло в системную циркуляцию если сода прошла допустим даже этим путем попала в капилляр она по венуле попадает более крупные вены если это нижняя часть тела это в нижнюю полувену если это верхняя часть тела верхнюю полувену дальше попадают легкие знаете ожирение легких я еще не встречал да кто-то там может бороться с ожирением только там потому что попасть из потовые сальные желез дальше против тока крови против давления которые достаточно приличные в артериалы уйти до разветвления и потом завернувшись пойти в жировую ткань иначе там что-то растворять ну знаете но такого давления вы не создадите в ванной даже если супер жарко будет вам горячей воде и супер холодно в холодной я уже молчу про то что это серьезный стресс и серьезная нагрузка на то же сердце потому что под кожей находится полтора литра крови сердце за одно сокращение 150 миллилитров поэтому любые способы распарить организма потом резко поместить холодную среду заканчиваются часто плохо ну чаще всего это делают в банях саунах такие видео есть на моем канале если вы не подписались подпишитесь и посмотрите наберите потом баня сауна на моем канале посмотрите эти видео насколько вам это нужно вот заниматься таким стримом принципе сода я не знаю как она туда попадет но если она даже и попадет туда и польза будет только от одного если ванна вот эти соды вы сочетаются с массажами какими-то поглаживания какими-то механическими воздействиями на кожу они будут работать не сода они вопрос зачем нужна сода для похудения если она вызывает столько побочных эффектов такую опасность для вашего здоровья когда вы слышите фамилии там профессор не умывайте да лечит сода это от аварбур симонтини это все здорово другие тоже есть которые рекомендуют все эти вещи да может быть да может быть какие-то до положительные эффекты я вам рассказал они есть они могут быть вопрос каким риском все это сопряжено для вашего здоровья с какими побочными действиями ближайшими и отдаленными это сопряжено знаете я не думаю что стоит заниматься содой для того чтобы снизить вес побороться с ожирением потому что это не самый простой не самый безопасный и в ближайшие в отдаленной перспективе способ если вам нужны другие способы лечения ожирения более прогнозируемый более приятный не вопрос можете увидеть это на моем канале можете в принципе набрать в интернете поищите другие способы снижение веса а лечение сода я бы не советовал вам так экстремально использовать для своего организма потому что те небольшие плюсы которые есть вы знаете они заканчиваются основные плюсы в полосе рта а дальше включаются сплошные минусы после сложности для вашего здоровья и угроза в принципе где-то и для вашей жизни поэтому прежде чем использовать поищите другие видео посмотрите может быть кто-то нашел способ провести соду мимо желудочного сока не тронув его и затронув слизистую не где-то здесь может быть тот нашел способ простимулировать пищеварение в пищеварительной системе не несмотря на то что сода там где-то проскочила может быть сода может как-то каким-то уникальным способом изменять ph без риска для жизни для здоровья может смотрите внимательно эти видео и читайте между строк что там написано если вам нужно больше информации не вопрос можете подписаться на мой канал если вы считаете что кто-то может попробовать тоже полечиться соды дайте бросьте по социальным сетям это видео пусть люди почитают посмотрят если вам оно принесло пользу вы считаете ну отметьте это может быть вот таким знаком другие люди увидят это видео ну а я желаю вам как всегда крепкого здоровья и разумного к нему отношения и подумаю какое еще видео написать на эту тему